Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. Снова я рада вас приветствовать на нашем канале. И как вы помните, меня зовут Ольга Дуброва. И сегодня наша беседа пойдет про всем известную, и может быть кому-то не очень известную, пеларгонию. Пеларгонию в целом, не только зональную, но и всякую другую. Перед нами в горшочке пеларгония зональная. У нее характерный вот такой листик. Почему зональная? Потому что у многих сортов, здесь я покажу на мелкоцветковой пеларгонии, у листиков характерное такое, характерное кольцо, которое как бы зонирует саму листовую пластинку. Поэтому пеларгония зональная. Есть еще пеларгония пахучая. Чувствуете, какой аромат пошел? Пеларгония звездчатая. У нее уже немножко другой листик, листовая пластиночка, как мы видим, она тоже иссеченная и чем-то слегка напоминает звездочку. Хотя цветочки скорее похожи на миниатюрные орхидейки. Очень оригинальные соцветия. И, кстати, пеларгония звездчатая, она менее прихотлива в уходе. Она лучше наращивает куст и обильно и продолжительно цветет. Вот просто бесконечно, целый сезон образуется и образуется цветоносы, целые шапки цветов. Как это я уже упоминала, это мелкоцветковая пеларгония с такими мелкими листочками. И образует тоже цветочки, конечно, мельче, чем у пеларгонии зональной, либо пеларгонии звездчатой. Здесь мы уже видим еще другую форму листовой пластинки. И это лист уже королевской пеларгонии. И она отличается крупным размером цветка. Раскрытым, крупным, двухцветные, махровые, полумахровые и так далее. И вот интересная такая форма пеларгонии. Это тоже из пеларгонии пахучей гуравиоленс. И называется она бантеросай. С таким вот необычным, очень-очень скрученным, как будто бы кулачок зажатый листиком. И тоже обладает запахом. Почувствовали, да? Наступила пора заниматься черенкованием. Не только черенкованием, но и вообще привести наши пеларгонии в порядок. И ответить на все вопросы, которые возникают в процессе ухода. Особенно после тяжкого зимнего периода. Тяжкого как для людей, так и для пеларгонии. Пеларгония сама родом происходит из Капской провинции Южной Африки. Это так красиво. Это безлесые утесы, которые омываются водами солеными, которые обвиваются ветрами. И казалось бы, как на такой скудной почве могут расти такие замечательные кусты? А вот вырастают. И поэтому, почему я начала от происхождения? Потому что мы должны помнить, что кислотность почвы не должна превышать показателя 6. Желательно, чтобы это было 5,5. Как вы будете определять, я думаю, расскажет Иван Русских. А мы займемся опытами сначала. Все спрашивают, когда черенковать лучше всего пеларгонию. В принципе, если позволяют условия, то пеларгонию можно черенковать круглый год. Если на то есть свет, на то есть тепло. Вот я вам хочу показать образец. Тут у меня стоит такая этикеточка. 14 января я врезала пеларгонию, которая стоит у меня на окошке в кабинете. Одну емкость я поставила просто на окно. Про окно я вам рассказывала в нашем прямом эфире, где бывают казусы. На окне, конечно, мне в комнате жарко. Но если вы увидите, такой микроскопический корешок, миллиметра два, величиной в единственном числе. Эта емкость стояла на окошке. Прошло 2,5 недели. А эту пеларгонию я поставила немножко дальше от окна, на столик при окне, недалеко от батареи. Батарею в зоне места расположения я застелила полотенцем. Так, чтобы все-таки не сушался воздух для листовых пластинок, но чтобы было немножко теплее в зоне образования корней. И, как вы видите, образовался корешок. Их образовалось 3,1 длиною 1,2, даже 1,4 миллиметра. То есть порядка в разы. То есть вот я вам показала воочию, как влияют температурные условия даже полквадратного метра. И там совершенно разные можно создать, задать условия. Другой мелкий эксперимент. Тут, конечно, мне немножко кот помешал и перевернул мои черенки. Но можно видеть, что происходило с моими черенками. Я их зачеренковала. У меня записана дата 21 декабря. Вот пеларгония зональная. Она подвяла, потому что лежала без воды в прокинутом виде. И посмотрите, какая корневая система. Никаких условий. Поставила просто на столе. И в течение трех недель образовалась вот такая корневая система. К сожалению, у пеларгонии крупноцветковая, королевская, как мы называем, не образовалось ничего. Видимо, для нее такие спартанские условия оказались не совсем уместными. Значит, с ней надо поступать более деликатно и все-таки придерживаться сроков, когда световой день больше и тепла больше. Часто спрашивают, во что, в какой грунт, какой субстрат лучше черенковать. Кто-то утверждает, замечательный в воде. Ну, как мы видим, да, вполне себе процесс идет. Ну, а чем хорошо в грунт или в песочек? Тем, что, в принципе, в этом горшочке, если мы подобрали его по размеру, можно и оставить наш черенок. Либо посадить в больший. Я вот еще сама не заглядывала, что произошло. Ну, давайте посмотрим, как там они себя чувствуют. Это было тоже 21 декабря. У пеларгонии зональной ничего не произошло, только образовался колюс. Такие вот немножко наросты корневые признаки. И у пеларгонии крупноцветковой образовались корешки. Значит, что? Снова же какие-то микроусловия посодействовали тому, что, несмотря на то, что в воде у пеларгонии крупноцветковой ничего не образовалось, возможно, и было холодно, а, возможно, хотя стояли рядом, возможно, вот в этом горшочке, в этом грунте, вот снизу грунт наполовину, сверху песочек с перлитом, наверное, было ей теплее, и поэтому она дала вполне себе сформированные корешки. Вот способы черенкования и возможности то, как оно получается на опыте. Но все-таки, несмотря на то, что вроде бы можно в любой срок черенковать, успех будет нас поджидать, если мы будем черенковать в срок. В срок это начиная с февраля месяца. И тогда не надо нам никаких подсветок. Мы что делаем, когда черенкуем? Нам надо снять с растения черенок. Этот кустик я оставлю для других целей. Ну, а давайте вот этот мы рассмотрим кустик. И мы видим, что он уже, хоть и формировался, но уже начал изживать себя. То есть он вытянул, выбросил большой длинный побег. Если здесь сформируются цветки, то здесь еще дальше-дальше будет нарастать. За март месяц, за апрель месяц это уже будет вполне себе мощное растение. Поэтому мы будем рассматривать этот куст как маточник. Мы не берем длинный черенок. А древесневшую часть мы не рассматриваем, потому что здесь уже вряд ли у нас получится удачное черенкование. Мы берем ту часть, которая еще вполне себе травянистая. Обрезаем лишние листья снизу. Оставляем вот такую розеточку. И наш черенок мы в таком вот положении. Не надо оставлять его на 12 часов. Это излишне. Не надо оставлять его на сутки для того, чтобы вот этот вот срез подсох. Достаточно 2-3 часа, чтобы он затянулся ранка, что предотвращает загнивание черенков в нашем субстрате. Достаточно, чтобы укоренилась пеларгония успешно. Было 2-3 междоузлия. Раз, два, три. Этот молодой листик мы не считаем. Значит, первое междоузлие. Мы удаляем листья. Если листовая пластинка слишком большая, мы ее можем обрезать наполовину. Вот у нас получился такой черенок. Здесь я воспользуюсь горшочком с песочком. Как я уже говорила, наполовину здесь грунт. Сверху насыпаем песочек. Можно сперлитом. Нам необходимо его пролить. Я проливала уже марганцово-кислым калием. Я уже уверена в том, что здесь, в принципе, должно быть чисто. Поэтому я больше не употребляю. Не применяю марганцово-кислый калий. Просто увлажнила. И если грунт очень уплотненный, то крупная фракция песка, то можно сделать такие вот, наживить отверстия для наших черенков. В таком объеме мы можем поместить несколько черенков. Их можно располагать на расстоянии 3-4-5 см в зависимости от размера черенка. Но, как правило, мы вставляем под наклоном и заглубляем наш нижний срез выше розеточки бывших листьев. Уплотняем. Но бывает ситуация другая. Вот смотрите, такой черенок мелкоцветковой пеларгонии. Что же с ним делать? Что мы с ним делаем? Мы также удаляем листья нижние. Удалили. И все равно остается очень большая розетка. Значит, мы обрезаем их наполовину. Вот такой черенок уже, в принципе, готов к посадке. И его таким же образом под наклоном заглубляем в землю. так как листовые пластиночки были расположены очень близко друг к другу. Видите, как они близко расположены друг к другу. На расстоянии сантиметра даже меньше друг от друга. Поэтому их вместо роста их несколько уйдет вглубь нашего грунта. Еще иногда спрашивают можно ли брать черенок из средней части. Конечно, можно. Вот давайте посмотрим нашу пахучую пеларгонию. Здесь достаточно у нас расстояния, чтобы сделать много черенков. Будет один черенок. Помните, что снизу всегда срез косой. Здесь тоже расстояние достаточно близкое, поэтому мы удалили два листа. Посчитали раз, два, три. Возможно и четыре. Вот еще один срединный черенок. И у нас остается еще один черенок, который уже будет верхушечный. В принципе, ему вот этот лист и не нужен. Все листья удалять не стоит, потому что все-таки процесс фотосинтеза должен происходить. И чтобы происходили ростовые процессы, то необходимо, чтобы ростовая пластинка сохранялась. Вот у нас получились череночки, которые из средней части и из верхушечной части. Из верхушечной части в этом сезоне уже мы дождемся цветов через три-четыре месяца, а из средней части у нас получится немножко другая история. Из пазух листьев пойдут дополнительные росточки, которые, конечно же, зацветут немножко позже. Такая обрезка, она немножко тормозит цветение. Но зато, как вы понимаете, вот в этой пазухе будет раз, два, три, может быть, даже и четыре, которые пойдут расти в стороны. И, естественно, что они будут заканчиваться при благоприятных условиях цветочными шапками. Поэтому немножко терпения и будет пышный куст. а кто не терпеливый, то, конечно, верхушечный черенок берем. И точно так же заглубляем, так, чтобы наш срез листа ушел под почву на полсантиметра сантиметр. Как мы определим, когда произошло укоренение? При температуре 20-22 градуса процесс укоренения происходит, наверное, в течение максимум двух недель. Если что-то не так складывается, то процесс укоренения может занять три недели. Но, зачастую, в феврале, в марте месяце все это происходит в течение 10-14 дней. С пеларгонией, мне кажется, вопроса возникать не должно. Сейчас мы с вами ускорено все это вставляли в песочек. Но помните о том, что надо необходимо всенепременно дать подсохнуть, чтобы не происходило загнивание самого черенка. Создавать ли сверху какое-то укрытие? Ну, это уже ваше право. Можно, конечно, накинуть какую-то легкую, например, пленочку для того, чтобы как-то сохранялось дольше влага. А так, в принципе, поливая в поддончик, на который вы поставите ваш горшочек, либо какой-то там ящичек, либо другую емкость, нижний полив будет обеспечивать то, что ваша поверхность будет оставаться достаточно влажной в течение всего периода. Но, как вы, мы видели, что и в воде они замечательно укореняются. Выращивайте пеларгонию, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. и мы желаем процветания вам и вашему дому. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин